Ну что, друзья, всем приветик, YouTube-канал Как в Америке, и как я обещал, показываю вам отель, в котором я ночевал, в этой нелегкой командировке. Такая вот комнатка, очень уютно, классно, микроволновка, кофемашинка небольшая, холодильничек, в принципе, просто переночевать, супер, отлично. 79 долларов на одного человека стоит такой отель, к примеру, в Сиэтле мы платили, ну там, правда, я был с женой, с ребенком, на троих мы платили 140 долларов за ночь, здесь 79 на одного человека, вот такая большая кровать, и очень уютно, приятно, понравилось, кондиционер на отопление работал, конечно, ужасно. Грел хорошо, но очень-очень шумно, просыпался несколько раз за ночь, но в целом неплохо, понравилось, сейчас покажу вам снаружи. Такой вот в американском стиле отель, отель, мотель, хотел, как там правильно, не помню точно. В общем-то, напоминает какие-то американские фильмы, вот точно, вот как в Америке, такой вот отель американский, настоящий. Интересно. Всегда прикольно где-то переночевать в другом городе. Утречком кофеечку себе забахал. Не в каждом отеле есть кофемашинка, пусть и маленькая, но зато кофеек горячий никогда не повредит. Еще открыл тумбочку, и там вот такая вот Библия. Это, наверное, какой-то знак. Наверное, в церковь нужно сходить. Давно не был. Потом еще такой вот телефон, интересный, мне понравился. Специально сделал кадр для вас. Можно даже президенту дозвониться по такому телефону. И на утро было морозно, зато ясно, на небе не облачко. Погода хорошая, днем плюс 15, ночью легкий морозец. Ну, работа была классная. За два дня все сделал, справился. Такая вот двухдневная у меня получилась командировка. Все, работа сделана просто, шикарно, классно. Вот, кстати, друзья, сейчас вам покажу. Здесь уже в Америке запустили связь 5G. Что вы думаете по этому поводу? Некоторые СМИ писали то, что это очень опасно. Вот там вышка 5G вовсю уже работает. Пока что проблем со здоровьем нет. Но видел ролики на YouTube, говорят, что это очень опасно. Обратите внимание, такое дурацкое дизайнерское решение положить плитку на подоконник. Вообще, вот как по мне, то это просто какой-то дикий ужас. Но в целом, в целом, отелем доволен. Все нормально. Вот такой вот пол я делал. Уже финальная работа. Все сделано, все по высшему уровню. Тайсон, ну что, все, поработали. Заканчивается наш рабочий день. У нас уже объемы завалены. Вот такая вот комнатка сегодня у меня получилась. И немножечко тут еще товарищ мне помогает сегодня заканчивать. В общем-то, все, уже закончился у нас день, да? Такие дела. Пока!